Да, я прежде всего хочу всех поздравить с приближающимся праздником, праздником свободы, и я бы сказал, что особенно важно для нас это освобождение от психологии Галута, потому что физически мы свободны в том смысле, что можно встать, даже сейчас, купить билет, приехать в землю Израиля и жить здесь, присоединиться к ее святости, и жить ее проблемами. В этом плане мы свободны. Осталось освободиться от психологии Галута, но это, видимо, не так просто. Хочу отметить просто перед нашим занятием, что есть такой интересный момент. Как говорят, приписывают эту фразу Сент-Экзупри, что человека можно освободить от чего-то, а можно его освободить для чего-то. И свобода от чего-то – это еще не свобода, потому что человек будет метаться, попадет в зависимость иногда от своих же желаний, которые окажутся неистинными, о которых он потом пожалеет, освободить для чего-то. Для этого человека должна быть цель, ему нужно указать цель. Очень интересно, в нашей традиции, это разбирается в трактате Брахот, посвящен, может быть, не один лист этому. Но раб Юханан говорит, что нужно привязать обязательно благословение Гоэль-Исраэль, освобождающий Израиль, к молитве. Го-Аль-Исраэль в прошлом, освободивший Израиль к молитве. То есть заглянуть в прошлое, посмотреть на выход из Египта, поблагодарить Всевышнего и молиться о будущем. Это очень интересно, что мы сказали, что освободить человека для чего-то, освободить его для чего-то, но нельзя просто с какой-то точки взять и поставить себе цель. Всегда цель связана с прошлым. И движение, оно получается непрерывным. Прошлое, настоящее и будущее. Исход из Египта, благодарность за этот исход. И вот в настоящем ты стоишь как бы в этой точке, в настоящем, и ты заглядываешь в будущее. Будущее, просишь Всевышнего о будущем, о будущем освобождении, настоящем, духовном. И невозможно эти два момента разорвать. Вот это такой, скажем, интересный момент, который внутри Галахи, внутри формального правила мы можем найти великую философию, который, как мы видим, люди творческие, духовные, в последующих поколениях открывали через много-много веков. Это такое небольшое видение, невозможно отнестись с приближающимся праздником. А теперь мы с вами вернемся к книге Шмуэль Бетт. С молитвой в сердце, как всегда, и на устах, чтобы нам была помощь свыше. И мы подходим к его концу, к ее завершению. И тут нельзя сказать, что это, как можно сказать, хэппи-энд. Хэппи-энд, но только в каком-то, может быть, смысле хэппи-энд. Но не совсем, не буквально, конечно. Жизнь Давида, его судьба и его уходы с жизни – очень-очень непростые моменты. Мы с вами находимся как бы в разгар бунта, а в шалома против Давида, который мы с вами, как говорили, самый главный урок, который мы можем извлечь из этого – это непонимание высокодуховного руководителя, понимание или привязанность к тем, кто идет по пути популизма дешевого, скажем, играет на чувствах людей, иногда и на хороших чувствах людей, которые не очень-то углубляются в суть дела и готовы, как говорят, купиться на лозунге. Вот внутри как бы уже этого бунта, когда он возник, мы видим разные течения, когда кто-то хочет захватить власть, а Хитофель хочет сбросить в шалома, пытается его дискредитировать, захватить власть и так далее. Все эти моменты мы с вами посмотрели. И вот мы с вами в тот момент, когда Давид уже переходит на другую сторону Ярдена, и сейчас я попробую поднять тот текст, который нам нужен. Одну секунду. Так, что мы здесь видим с вами? Окей, он мне не дает почти ничего. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Вот что мы делаем. Мы видим, мы вспоминаем с вами, что Совет Хитофеля не был принят, что он ушел в свой дом в Гелой и там повесился. Мы говорили, почему это произошло, какой его расчет, скажем, если так можно сказать, галактический. И продвигаемся дальше. И Давид пришел в Маханаем, а в Шалом перешел через Ярден, он и все люди Израиля с ним. Давид укрепился в Маханаеме, самом защищенном городе, который находится на восточном берегу Ярдена. Как мы увидим, впоследствии город обнесен двумя стенами. То, что он смог войти в этот город, укрепиться в нем, свидетельствует о поддержке, которую ему оказали колена, которые живут за Ярденом. Мы видим, что у нас такое впечатление, что все колена, они встали против Давида, но каждое колено, оно как бы расчленено и рассечено на два лагеря. Одни за Давида, другие против Давида. В коленах за Ярденом большая часть склоняется к Давиду, и они его принимают, пускают в город, понятно, что без боя, принимают его войско. Войско надо обеспечивать. Это немалая проблема, пустить войско в город. И вот это происходит в Маханайме. Афшалон проявляет решительность и переходит через Ярден, и с ним все люди Израиля, с ним никто не оставил его, несмотря на то, что можно было предполагать, что кто-то хотя бы остановится, если увидит, что предстоит кровавое столкновение своими собственными братьями. А Амасу поставил в Шалон на двойском всего вместо Юава. Как мы помним, Амаса и Юав, они братья, они сыновья Ацруи. Возможно, мы дальше посмотрим, у них разные отцы, но это не имеет сейчас значения. Они сыновья Ацруи, сестры Давида. И мы помним, что Амаса пришел к Давиду очень рано и поддерживал его во время его скитаний в пустыне, во время его противостояния с Шаулем. И теперь он присоединяется к Афшалому. Мы понимаем, что здесь не личные мотивы. У него нет ничего против Давида, но он не согласен с тем, что Давид собирается отдать престол Шлому. Шлому получился такой центральный момент, как бы камень преткновения, камень раздела, разделения. В Сен-Ядрин, я выписал для вас Сен-Ядрин 49а, говорится, что все, кто пошел за Адонией, были недовольны тем, что Давид намеревался объявить своим преемником Шлому. Адонией – это более поздняя история, в которой мы с вами встретимся в Малахималеф немножко в первой же главе, немножко дальше. Но мы можем представить себе, что бунт Адонией тоже как бы возникает на пустом месте, но там явно уже, что это не пустое место, что это недовольство тем, что Давид хочет назначить Шлому своим преемником. И поэтому можно предположить с большой уверенностью, что и здесь проблема Шлому является главной. Хотя есть и другие проблемы, которые мы с вами увидим несколько дальше. Мы не будем сейчас их анализировать, потому что они как бы довольно очевидны. Есть целые статьи, написанные про причины бунта, против Абшалома, против Давида. Но мне кажется, что просто сам текст у нас выведет на эти причины очень легко. Интересен нам, может быть, отец Амасы. Опять же, можно представить себе, что Амаса не случайно притянился к Давиду на раннем этапе его, так сказать, противостояния или бегства от Шауля. И никаких личных мотивов у него не было. Про отца Амасы, Етера, рассказывается, что он был не евреем. Он зашел в дом учения Иша, и у него возникло желание просоединиться и к избранному народу. Иша, и отец Давида. У него собирались большие множество людей. Как мы видим, приходили и не евреи, для того, чтобы обнимать словам Торы. И вот среди них оказался Етер, будущий отец Амасы. Его в Деврея Имим его называют Ишмаели. Какое отношение он имеет к Ишмаелю? Он происходит из племен Ишмаеля, совершенно непонятно. И единственное, что его связывает с Ишмаелем, как подчеркивает трактат Ибамут, это то, что он вел себя, как Ишмаель, как разбойник на большой дороге, который неожиданно нападает. В чем его был разбой? Он пришел в дом учения однажды и услышал там, как разбирается вот этот известный нам закон о том, что мавитянка может войти в общество сыновей Израиля, а мавитянин, мавитянин не может. Или, может быть, нет, возникают сомнения, может быть, и на мавитянку распространяется запрет войти в общество Израиля. Это имеет отношение, как мы понимаем, к Давиду, к его возможности стать царем и так далее. И Етер, как человек несколько другого воспитания, человек, может быть, относительно новый, в Бет-Медраж, и он достал свой меч и сказал, да я же, я знаю, это мне передали, это вот пророка, мне передали это от пророка, это идет от пророка Шмуэля, кто будет возражать, я его пронжу, прожу этим мечом. Ну, как-то все сникли, и с тех пор Галаха о том, что Давид может войти в общество Израиля, несмотря на то, что он происходит от Руд, потому что на женщину не распространяется этот ответ, эта Галаха утвердилась довольно сильно благодаря ему. Возможно, не благодаря его мечу, но благодаря тому, что вдруг как-то проснулся разум, проснулась необходимость выяснить наконец-то этот закон, и, наконец, его раз и навсегда утвердили. Амаса – центральная, так сказать, фигура того, что происходит дальше, да мы уже и здесь видим, что он играет немалую роль во встании Афшалома. Амаса – самый преданный друг Давида, который был готов пожертвовать для него жизнью, который вместе с ним строил царство, который видел героизм Давида, который понимал, что на нем пребывает божественный дух, он же видел это собственными глазами, он встал на сторону Афшалома, потому что он считал, что Давид ошибается. Я бы тут вспомнил очень интересное, на мой взгляд, замечание. Может быть, его можно сюда как бы приставить напрямую, а может быть и нет, просто как бы в скобках. Это замечание из Седора Дород, такая книжка «Последователь поколений», написанная Раф Гальпериным, человеком очень интересным, который жил в Минске примерно 200 лет назад, он пишет, за что был наказан Юсеф. Конечно, это не обязательно воспринимать, что это единственный, скажем, пункт обвинения на небесах Юсефа, что он был продан в рабство. Один из моментов, очень важный момент, он видел героизм братьев, когда они вышли воевать против Шхема, и он подозревал их. Замечание очень интересное. Героизм во имя народа, само пожертвование, оно само по себе как бы должно снимать очень многие подозрения, все подозрения, если тем более, тем более, если ты видишь, что человек стремится к праведности, а бывают герои, которые ни к чему не стремятся, они просто так или иначе показывают свою силу, что-то еще, может быть, у них есть привязанность к народу, но у них нет ни божественного духа, ни стремления, это другое дело. Здесь он видит человека, Амаса, на котором пребывает божественный дух, который проявляет предельную смелость, который жертвует собой ради народа, всю жизнь посвящает народу, и он встает против него, встает против Давида. И естественно, что таких людей немало, и что Давиду это очень и очень и очень больно. Мы говорили о мудрецах Торы, которые встали на сторону Афшалома. Здесь мы можем представить себе его, так сказать, боевых соратников. Самое больное, когда ты сражался с людьми плечом к плечу, ты им доверял, они тебе доверяли, выручали тебя не один раз в бою, ты их выручал, и вдруг они идут за тем, кто совершенно и совершенно не достоин быть царем, тот, кто восстает против тебя. И вот мы познакомились с тем, кто такой отец Амасы, Етер, муж Цруи, сестры Давида. И мы понимаем, что он не случайно пошел за Давидом, что Етер сразу проникся Галахой, как бы навел порядок. Но что тут обсуждать, если это Галаха идет от пророка Шмуэля. И Амаса пошел на сторону Давида, и вдруг здесь, понимаете, со всем этим своим, как бы прошлым отца, пошел за Вшаломом. И стал лагерем Израиля, и Авшалом в земле Гелат. И было, когда пришел Давид в Маханаим, то Шоби, Гелат, можем представить себе, он несколько севернее Маханаима, «И было, когда пришел Давид в Маханаим, то Шоби, сын Нахаша, из города Рабата, раба сыновей Амуна, и Махир, сын Амиеля, из города Лодевар, и Барсилай, Геладий, из города Раглим, пришли встречать его». И здесь мы с вами видим еще один такой пласт окружения Давида, сторонников Давида, тех, кто его поддерживает всегда. Это люди, либо неевреи, либо принявшие геюр. И мы с вами говорили, что Давид обращал внимание на качество человека. И он находил часто в неевреях высокие качества, и они привязывались к нему, ушли за ним, и они были ему верны, поддерживали его. В какой-то степени могли бы сказать, что это похоже на царя-тирана, который правит страной, жесткой рукой, и он опасается своих соплеменников, своих граждан, поэтому вокруг него всегда какие-нибудь наемники, которые защищают его. Вот мы видели, что Ахиш из Гата пытался поставить Давида как свою такую гвардию, которая его защищает. Понимаем, что это как бы обычный ход, но здесь немножко не так. Здесь немножко не так. Это и Давид не тиран, и те, кто присоединяется к Давиду, присоединяются к нему душой. И он к ним присоединяется душой. И здесь мы видим с вами Шови, сын Нахаша. Шови, здесь мы чувствуем корень лошу, вернуться. И это намекает на раскаяние сына Нахаша. Сын Нахаша, мы понимаем, что это Нахаш, это царь Амона. И да, действительно, Шови, это Нахум, это Ханун, это Ханун, Шови, это Ханун, сын царя Амона Нахаша, который принял Гиур. Как уж он соблюдал там законы Тора, трудно сказать, в своем окружении. Может быть, это было похоже как-то на казарский, на казарский каганат, когда верхушка, какие-то люди там, они придерживаются закона, все остальное население не очень-то. Восстановить эту историческую реалию не представляется возможности, но метраж говорит о том, что он принял Гиур. И его дочь, Наама, впоследствии стала женой Шламо. Опять же, мы видим эту вот линию Давида, когда он смотрит не на происхождение, смотрит на душу, заглядывает в душу человека. Для него важна душа, духовность человека. И из города Рабба, сыновей Омона, и Махир сына Миэля, и из города Лодабар, тоже, скажем, он здесь является исключением, он, скорее всего, и сыновей Израиля. А вот Барзилай и Агилади из города Роглим, он тоже не еврей, и мы понимаем, что как Давид с ним познакомился, где он с ним пересекся, нам неизвестно, но он старый, добрый друг Давида, и поддерживает его во всех начинаниях. Барзилай и Агилади из города Роглим, его дочери впоследствии приняли Гиюр, как нам сообщает Ярушауме в трактате Кедушим, Талмуд Ярушауме в трактате Кедушим. И принесли они лужи для царя и кровати, и посуду, и пшеницу, и ничмень, и муку, и зерна, прокаленные на огне, и бобы, и чечевицу, не прокаленные, и прокаленные на огне, и мед, и масло, и овец, и сыр, и коровьего молока принесли они в пищу Давиду и народу, который с ним, мы бы сказали, народ голоден и утомлен и измучен жаждой в пустыне. Мы понимаем, что задача накормить войско это не такая простая задача, это не для частных людей, и тем не менее, каждый из них занимает какое-то положение, у него есть какое-то окружение, и он пытается собрать продукты не только для Давида, но и для его войска. И продукты не просто семена пшеницы, а это и масло, и сыр из коровьего молока. То есть здесь видно настоящее стремление, желание помочь Давиду. То есть мы видим, с одной стороны, противостояние Давиду, может быть, даже не столько ненависть, как глубокое непонимание Давида. И с другой стороны, с другой стороны, мы видим любовь к Давиду, желание поддержать его в трудную минуту. И здесь мы видим вот этот пласт, что, оказывается, у Давида очень много друзей среди нееврейского населения. сейчас мы с вами попробуем взять дальше. Добрались до конца семнадцатой главы. Сейчас мы поднимаем с вами дальше. Секунду, секунду, секунду. Как-то это все очень странно здесь на экране отображается, но сейчас, я надеюсь, я все-таки справлюсь. Так, да. Сейчас мы видим с вами текст. Нет, наверное, да? Кто-нибудь, отзовитесь. Текст мы видим? Нет. Видно? Нет. Нет. Отлично. Хорошо. Секунду. И вот так, я надеюсь, что текст видно. Я понимаю, что на прошлом уроке прозвучал вопрос, а что мы вот учим конкретно из этого, из этих строк. Ну, понятно, что пророки это не галаха и даже не гемара. И, может быть, здесь не всегда можно сделать конкретные выводы. однако мы можем представить себе, что, скажем, чем полезна хорошая, качественная художественная литература. Она заставляет нас не только думать, не только представлять какие-то жизненные ситуации, но и сопереживать. Сопереживать, то есть, развивает наши чувства, учит выбирать, скажем, хороших героев и солидаризироваться с ними и отталкиваться от плохих героев. И это не такое простое качество, когда человек умеет присоединиться к хорошему и оттолкнуться от дурного, учиться неприязни к дурному. Это та чувствительность, которую вырабатывает художественная литература. И, возможно, здесь пророки в этом очень тоже ценны по-своему, гораздо более сильнее. Мы понимаем, что здесь критерии оценки кто хороший, а кто плохой, он в руках Всевышнего, не в руках человека. И так или иначе здесь это проявляется через пророков. И поэтому в этом плане этот текст он очень и очень и очень ценен. Хотя, может быть, опять я говорю, что не всегда можно сделать прямые непосредственные выводы. Дальше пробираемся с вами. И пересчитал Давид народ, который с ним и поставил над ними начальников тысячи, начальников сотен и послал Давид народ во-первых, можем представить себе, все войско умещается в Маханайме. Теперь мы видим с вами, что здесь начальники над тысячами, начальники над сотнями, могли быть начальники над десятью тысячами, но их нету, значит, войско Давида не такое уж большое. Почему мы видим, что он пользуется немалой поддержкой, особенно за Ярденом на восточном его берегу, и Давид мог как бы бросить кличи, к нему собралось еще какое-то количество людей, уже можно было дойти до отряда в десятки тысяч, не в тысячи. Давид не хочет это, Давид не хочет это делать. Он не хочет перекладывать ответственность на других, на плечи других, он всю ответственность берет на себя, и он решает, что если Всевышний за него, он даст ему победу. Да, конечно, надо сделать все, что в силах человека, но с другой стороны, как можно, как можно меньше превратить это в столкновение народа с народом, гражданскую войну. Есть его сторонники, их тысячи, они в городе Маханами достаточно. Если Всевышний захочет, он даст ему победу, и, конечно, Давид знает, или, скажем, привык, может быть, побеждать малым числом большое большое войско. Так что это еще один момент, который мы можем представить себе о Давиде. Это не просто война добиться победы любой ценой, а это война с постоянным, с постоянной оглядкой на то, что это война между народом и народом, между одной частью народа и другой частью народа. И здесь еще проявляется дальше, каждое предложение нам рассказывает о чем-то. Ибасал Давид народ, треть под началом Йоава и треть под началом Авишая, сына Цруи, Йоав тоже одна голова, и треть под началом Итайя Агити. И тоже интересно. Значит, мы понимаем, во-первых, мы понимаем, что Йоав начальник над войском, но сейчас новая ситуация, и Давид не хочет ставить Йоава во главе всего войска. Может быть, поэтому он разбивает войско на три отряда, и не дает никому преимущественное право командовать всеми силами. Йоав этого права не получает. Мы понимаем, что как бы ближе всех к Давиду, тот, кому он больше всего доверял бы в этой сложной ситуации, которая, скажем, в этой сложной войне, которая не должна превратиться просто в бойню какую-то, а дело, так сказать, очень тонкое, сложное, как победить, как избежать массового кровополития, в этой истории, в этой ситуации Давид больше доверял и Таю Агитти, который слушает его беспрекословно, который всем сердцем с ним у Яаба и Авишая, понятно, что у них есть своя идея, и Давид постоянно об этом говорит, сыновья Цруи, я не могу с ними справиться, у них своя идея, какая идея укрепления царства, и они как следует хотели бы наказать бунтовщиков, изруить это войско в куски войска Афшалома, чтобы другим не повадно было, и понятно, что Давид это чувствует и понимает, вот, ну и Тая, Агитти он не может поставить над всем войском, потому что это вызовет недовольство, потому что Иоав может здесь возникнуть как лицо, которое не совсем подчиняется Давиду, у которого есть свои соображения, свое понимание, которое умеет оказывать давление на Давида, поэтому он идет вот на такой прием, на такой момент, хитрость можно сказать, что он разбивает войска на три группы и ни одному не дает командования над всем войском, и сказал царь народу и я непременно выйду с вами в сражение, Давид не хочет посылать никого сражаться за него, понятно, что люди сражаются не только за Давида, они сражаются за царство Израиля высоко духовное, которое должен возглавлять дом Давида, это понятно, но тем не менее, ощущение у многих и у самого Давида, что битва идет за него, люди выходят защищать его, и он не привык к такой ситуации, почему кто-то должен защищать его, мы помним, что еще несколько лет назад ему сказали его за товарищи послушать, но ты уже не такой, как был в молодости, ты не можешь больше выходить в сражение, и Давид как-то к этому прислушался, но потом мы видим, что он все-таки увидим с вами, что он и после этого, так сказать, наставления, упрек своих товарищей, он все равно выходил в сражение с мечом в руках, и здесь он говорит, я выйду с вами в сражение, но народ сказал, не ходи, ибо если мы и побежим, не обратят на нас внимания, и если умрет половина из нас, не обратят на нас внимания, ибо сейчас здесь таких, как мы, 10 тысяч, вот мы видим, что всего 10 тысяч, не отряды по 10 тысяч, всего 10 тысяч, и будет лучше, если ты останешься и будешь нам помощью из города, мы видим высоту души, самоотверженность воинов, борьба за идею, а не за личную выгоду, все они, эти люди, пришли к Давиду, как мы понимаем, добровольно, не имея никакой совершенно гарантии, что они одержат победу, что они потом получат какую-то выгоду за свою преданность к царю и помощь ему в трудную минуту, ничего подобного, люди просто пришли, потому что у них есть идея, и потому что они видят в Давиде символ царства и настоящего, и будущего царства, будущего царства Израиля, и готовы отдать свою жизнь, и говорят о том, что война не решается одним сражением, по крайней мере, очень часто, если ты останешься жив, ты соберешь новое войско, ты кликнешь к лих, тебе придут еще люди, а если ты будешь убить в сражении, то все проиграно, то великое дело, та великая идея, за которой мы боремся, она перестанет существовать. Медраж нам рассказывает, что Давид молился за своих воинов, понятно, что тот, кто остается в городе, он не сидит сложа руки, он молится за тех, кто выходит сражение, и Давид молился, повернувшись в сторону Иерушалайма, так как был уверен, что только оттуда Всевышний посылает помощь. Мы помним с вами отношения Давида к Иерушалайму, мы помним его привязанность к этому месту, мы помним, что именно он и никто другой нашел это место и почувствовал его святость, перенес туда ковчег, превратил Иерушалайм в святой город, город мудрецов и самоотверженных воинов, служащих идее создания царства Израиля. И он, повернувшись к Иерушалайму, произносит слова «Ответит тебе Бог в день бедствия, укрепит тебя имя Всесильного Якова, пошлет он тебе помощь от святыни ковчега союза из Циона Иерушалайма, поддержит тебя». Так он говорит в 20-м псалме и традиция нам говорит, что этот псалом был произнесен именно в этот момент, когда он остается в Маханайме, поддавшись уговорам людей и в войско выходит сражение и он остается в городе и молится и молится. Можем представить себе напряжение Давида и тоже надо отметить, что конечно в такие минуты человеку очень трудно молиться, его обуревают самые разные мысли. А вот Афшалом, восстание, все против него, тяжелейшая ситуация, он посылает народ в сражение, за что он их посылает в сражение, за себя, за себя он не хочет, все эти мысли обуревают его и тем не менее он находит в себе силы молиться. Находит в себе силы молиться, это тоже для нас большой урок, что есть ситуации, когда человек должен, несмотря на все мысли, которые обуревают его, молиться, особенно если это молитва за других. И приказал царь Юаву, Авишаю и Таю, сказав, осторожней мне с юношей, с Авшаломом. На еврите это леатли, потише мне с юношей. понятное, что Давид ожидает сражения, когда малое число натиском обрушится на большое число людей. И тут не будет противостояния равных сил, тут будет происходить все очень быстро, от быстроты реакции военачальников зависит все. Понятно, что в такой ситуации думать некогда, надо моментально принимать решение, поэтому он говорит, вы, военачальники, я понимаю, в какое сражение вы выходите, я понимаю, в какой ситуации вы будете, вы мне помедленнее с юношей, не торопитесь с Авшаломом. То есть если вы увидите его, если возникнет ситуация, что его можно будет захватить в плен, обязательно захватить в плен, обязательно. И весь народ слышал, что приказал царь всем начальникам об Авшаломе. Есть приказы, которые отдаются наедине, а есть приказы, которые отдаются кому-то, но специально так, чтобы все слышали. И вышел народ в поле навстречу Израилю, и было сражение в лесу Ифраима. Лес Ифраима мы можем представить себя в трактате Шофтим, не в трактате Шофтим, а в книге Шофтим, во второй книге, пророческой книге из первых пророков, рассказывается о столкновении о столкновении Ифраима с Минаше в период Гедеона. Война эта, которая вспыхнула между Минаше и Ифраимом, ее причина только одна, это гордость, это гордыня, это гордыня Ифраима, нежелание считаться с Гедеоном в ситуации, Ифраим обижен на то, что их не пригласили сражаться с Медиан, с многочисленным войском Медиан, что Гедеон вышел с малым количеством сражаться против Миньян, они обижены, и вспыхивает междоусобная война на ровном месте, возможно, скорее всего, что здесь пророк подчеркивает, что это происходит, было сражение в лесу Ифраима, не случайно, конечно, этот лес не называется буквально лесом Ифраима, а пророк вспоминает, что там, в этом месте, была междоусобная война, причиной которой была гордыня, непомерная совершенно, гордыня, может быть, непонятная даже нам в наше время, колена Ифраима, его восстание против Гедеона. «И потерпел там поражение народ Израиля от слуг Давида, и был там Великий Мор в тот день, погибло двадцать тысяч воинов, и была там война, и распространилась она по всей земле, и лес погубил больше народа, чем погубил меч в тот день». Вот один из уроков, которые мы здесь постоянно извлекаем, это умение видеть руку Всевышнего. Небольшой отряд выступил против многочисленного войска, небольшой отряд, скажем, молочисленное войско выступило против многочисленного войска и одерживает победу. Теперь неудача войска Авшалома, она, естественно, от руки Всевышнего, но здесь, как бы, скажем, божественное провидение приводит к тому, что человек может допускать какие-то ошибки. И здесь Амаса, опытнейший полководец, который бывал во многих и многих ситуациях, который и храбростью не отличается от Йоаба. Он выстраивает войска вдоль леса, не подумав о том, что это его решает маневренности, это решает его возможности отступить перед, скажем, перед натиском противника, иногда это бывает отступление умышленное, противника можно окружить, но наоборот. когда за спиной твоей густой лес, а в лесу обрывы, овраги, упавшие деревья сухие, то есть лес, которым невозможно пробраться, с одной стороны он не чаще, там можно пройти, но с другой стороны все лежит, овраги присыпаны, наступаешь ногой, проваливаешься куда-то в какую-то яму. И вот Амаса выстраивает свои войска так, что за спиной у него этот лес. И под натиском войска Йоаба, Йоаба Абишая, Йоаба Абишая и Йоаба Абишая и Тая, войска Абшалома, Амасы начинает отступать и попадает в труднейшую ситуацию. Как только их вытеснили в лес, немного даже вытеснили в лес, они уже не могут сражаться, они вынуждены бежать и бедство такое, бегство бывает разное, а здесь бегство каждый сам по себе, строй полностью разрушен, они не могут собраться в группы, которые могут противостоять нападающим. И написано, что лес погубил больше народа, чем погубил меч в тот день. То есть упало, напоролись на сутья, разбились, упав, упав с обрыва, с обрыва гораздо больше людей, чем было поражено мечом войска Давида. Мы спрашиваем себя, ну хорошо, да, вот это описано. Зачем это описано? Чтобы еще раз мы обратили внимание, что в каждой и в каждой ситуации проявляется божественное присутствие, и нужно это видеть, нужно это уметь замечать, не приписывать какой-то удачи, случайностей, которых, в общем-то, и нету в жизни, случайностей в жизни не бывает, а есть божественное проведение. Это, кстати, один из важнейших уроков пророков это тот как бы фон, с которым мы должны соотнеситься и от которого как бы, если так можно сказать, от этого фона мы должны учиться. И понятно, что это имеет большое значение для всех евреев, для всех сыновей Израиля, живущих сегодня, когда происходит возвращение народа в землю Израиля, божественное присутствие возвращается, начинает действовать более явно, чем раньше, происходят чудеса, но эти чудеса нужно увидеть, нужно увидеть не случайность, нужно увидеть руку Всевышнего. И часто вот это наше неумение увидеть руку Всевышнего, оно оказывается большой, очень пагубной и принципиальной ошибкой. И оказался в шалом случайно перед слугами Давида. Случайно, скажем, это слово, в скобках вставленное его здесь нету в тексте, просто чтобы подчеркнуть, что оказался это некра на иврите, то есть действительно случайно, оказался случайно, в тексте нету. Вот перед слугами Давида Авшалом ехал верхом на муле, то есть как бы пророк призывает нас подумать, а действительно ли случайно то, что вот сейчас будет описываться про Авшалома, действительно это случайно произошло с ним. Пророк пишет случайно, но иногда есть такие провокационные вопросы, которые задает учитель, и тот же самый здесь пророк, а случайно ли Авшалом оказался перед слугами Давида, Авшалом ехал верхом на муле, то есть мы понимаем, что возникла такая ситуация, которая совершенно не обязательно должна была возникнуть, Авшалом он все-таки скажем, не обязательно сам принимает участие в сражении, он не обязательно находится, наверняка не находится в первых рядах, особенно на этом, на первом этапе сражения, это не то, что мы представляем себе там, как кто-то генерал там выезжает на белом коне против противника, так бывает крайне-крайне редко, он не находится перед противником непосредственно и когда все обращаются в бегство, то гвардия, защищающая главнокомандующего, царя, она, как правило, она не бежит, она оказывает сопротивление, здесь оказалось так, что Авшалом оказался перед слугами Дамида, брошенный, оставленный совершенно всеми, да, и он на муле верхом, нужно сказать, что в то время лошади практически не использовались для верховой езды, потому что лошади были низкого роста, и они были неудобны для верховой езды, лошади использовались для колесниц, на лошадях верхом ездили крайне-крайне редко, поэтому здесь говорится, что он верхом на муле, и естественно он обращается, увидев слуг Дамида, воинов Дамида, он тут же обращается в бегство, и зашел му под тесно переплетенные ветки большого фисташкового дерева, он гонит свое животное, чтобы спастись, гонит его в чащу, он не убежит пешком, так он пытается в этой чаще уехать на муле, и конечно же у него ничего не получается, но он не падает с этого оступившегося мула, а ветки, тесно переплетенные ветки большого фисташкового дерева, и запутались волосы головы его в ветках фисташкового дерева, мы понимаем, что не случайно причиной Гемеля в шалома становятся волосы, и понимаем, что это символ как бы его гордыни, то, что ему его красота, и прежде всего его волосы необычно густые, и то, что он постоянно объявляет себя, то есть он объявил себя назиром на всю жизнь, все это оказывается признаками его гордыни, которая и стала причиной всех его грехов, и вот то, что стало причиной его греха, гордыни, или по крайней мере символ гордыни, становится и причиной его гибели, и повис он между небом и землей, амул, который под ним прошел дальше, но хорошо, возникла такая ситуация, теперь мы представляем, что это же не сказка, это реальный мир, он может выхватить меч, наверняка, почему он меч не бросил, если мы дальше увидим, что воины, которые попали в лес, они побросали копья, потому что не только побежденные, но и победители, которые их преследуют, они тоже побросали копья, потому что в этом лесу невозможно двигаться с длинными копьями, но у него нет уже причины выбросить меч, у него есть меч, выхватил бы меч и отрезал волосы, упал бы на землю, продолжал бежать, но трактат сута он нам объясняет, раскрывает те моменты, дополняет те моменты, которые опять же связаны с божественным провидением и не случайности всего происходящего, да, и трактат сута нам говорит, что Абшалом увидел разверзнувшийся под ним то, что называется гигеном, по-русски сказали Ант, не хочется пользоваться этим словом, гигеном, и он побоялся упасть туда, и поэтому он продолжал висеть на дереве, не решаясь ни срезать, не отрезать свои волосы, ни ударить мечом по веткам, по веткам в надежде, что они сломаются и он как-то рухнет вниз, он повис в такой растерянности, да, тот метраж, который приводит сота, или хотите, можем сказать, что агада, который приводит трактат сота, он нам намекает на такой момент. Если мы помним с вами, что был единственный случай в истории, когда земля разверзлась перед человеком и поглотила его, это корох, про которого Маше говорит, что если он умрет смертью, как другие люди, а если для него, то тогда я не прав, а если он умрет смертью, которой никогда не было, да и больше не будет, что-то новое сотворит Всевышний, тогда это будет доказать суммы истинности Торы. И мы помним, что под корохом разверзлась земля и поглотила его, и мы здесь видим, что здесь под Афшаломом также разверзлась земля, или, скажем, ему показалось, привиделось, все равно, но тем не менее есть параллель с корохом, и мы можем представить себе, что восстание против Давида, бунт против Давида, попытка изменить путь, как бы линию династии Давида, которая пройдет через Шламо, она, эта попытка, она такая же равносильна тому, что сделал корох, корох, восставший против Маше восстал как бы против всего, против Торы, которая идет через Маше, против раскрытия божественного присутствия величайшей силы, которая идет через, опять же, идет через Маше, то же самое и здесь, восстание против Давида, это восстание против всего, а дальше, если, скажем, это восстание будет удачным, дальше все, как бы точка, дальше непонятно, как должна развиваться история, особенно история сыновей Израиля, да, и всего мира, то есть, как бы, Афшалом, корох восстал против всего, и Афшалом восстал против всего, корох восстал против идеи, Афшалом, так сказать, восстал против воплощения этой идеи, потому что все, что, скажем, все, что было, скажем, если так можно сказать, задумано, или все, что было дано через Маше, все это воплотил Давид, все это воплотил в жизнь Давид, сказал об этом, Маше научил закону, который придет завоеванию земли и построению храма, и законы служения в храме, Давид все это воплотил в жизнь, ну, не было дано построить сам храм, но понятно, что он подошел вплотную к этому, у него есть сын, который построит этот храм, вот таким образом, скажем, Талмуд, не раскрывая сути дела, тем не менее, дает весьма и весьма ясные намеки на похожие события, на связь с событиями. Кстати говоря, здесь можно подчеркнуть еще одну параллель, может быть, не такую вот, которую трактат сута, здесь скажем, подчеркивает, но еще одна параллель с восстанием Короха заключается в том, что Корох играл на популизме, скажем, на дешевых лозунгах, точно так же играла в шалом. то есть такие восстания против истинности, против духовности, они могут быть только как, скажем, популизм, дешевые лозунги. И увидел это один человек и сообщил Юаву и сказал, вот я, вот видел я, что в шалом висит на висташковом дереве, висит, не знает, что делать. Здесь тоже происходит, возможно, можно говорить еще об одном чуде, внутри чуда. Человек не может долго висеть на своих волосах. А тут все-таки проходит какое-то время довольно длительное, человек виден, находит Юава, сообщает ему и сказал Юав человеку, рассказавшему ему о в шаломе. И вот видел ты его и почему не поразил ты его там, чтобы он упал на землю. Странно. Давид сказал, и все это слышали, чтобы о в шалом не убивать. И тогда был бы я обязан дать тебе 10 шекелей серебра и 1 пояс за твой подвиг. 10 шекелей серебра и 1 пояс это не очень большая награда. Тут скорее важно уважение к человеку за его подвиг, а не количественные меры серебра и стоимость этого пояса здесь не так важны. Что делает Юав? Почему он так настроен? мы понимаем, что Юав, как мы представляем, он не ищет для себя ни славы, ни богатства, ни должностей. Он строит царство Израиля. он идет по тому пути, который может и, может быть, единственному пути, который может укрепить царство Израиля. И он готов ради этого рисковать своей головой и идти на конфликт с Давидом, так как он уже делал это и это и раньше. Можно сказать, что Давид царь, что есть обязанность подчиняться ему, это также, можно сказать, религиозная обязанность, но Юав, как мы видим, он считает, что у него есть право поправлять, так сказать, царя там, где он, там, где царь ошибается. Если мы помним, то Юав убил Авнера в Хевроне, которого Давид совершенно не хотел убивать, которого Давид хотел привлечь на свою сторону и вместе с ним те же самые колена, можно сказать, 11 колен, в то время Давид был начальником главой колена Иуды, остальные колена к нему не присоединились, Давид хотел через Авнера привлечь другие колена, Юав счел, что так царство не строится, что невозможно оставлять живых предателя, того, кто пошел против Давида, того, кто ничего не понял, того, кто поднял 10 колен, что гораздо полезнее, чем оставлять живых такого человека, гораздо полезнее научить всех тому, что предательство недопустимо, что идти против слова пророка, к тому времени уже слово пророка, ко времени убийства Авнера, слово пророка Шмуэля известно всем, что это недопустимо, человек идет, который против слова пророка, что ему полагается, смертная казнь, никакой политики, ничего, это Юав, это его как бы образ и представление и мы видим, как это часто бывает, свою линию он проводит до конца, до конца, и если он считает, что только гибель Авшалома положит конец врату убийственной войне, кровопролитию, а вот дай ему сейчас уйти, а вот оставь его в живых, ты же не знаешь, что получится дальше, как на это отреагируют другие голена, пока Авшалом жив, он проблема, он катализатор такой, закваска, которая постоянно приводит к буре, будет приводить к буре, убить Авшалома это единственный правильный выход с точки зрения Юава, да, и сказал тот человек Юаву, даже если отвесит мне в ладони тысячу шекелей серебра, не подниму я руки своей на сына царя, ибо при нас приказал царь тебе, и обещаю и таю, сказав уберегите тот, кто встретит юношу Авшалома, человек этот отказывается исполнить приказ Юава, должен ли он исполнять этот приказ, если он слышал приказ царя, тут ситуация не совсем понятная, как мы знаем, если, скажем, в Торе это не совсем определено, то в жизни мы знаем, что в армии исполняют последний приказ, и вот если тебе приказано, Юав тебе приказывает, ты должен его слушать, но этот человек поступает по совести, и это также большой урок, большой урок, который мы отсюда извлекаем, который очень важен в нашем времени, нет такого понятия абсолютный безусловный приказ, нет такого понятия, всегда остается совесть человека, и человек действует по совести, он может не исполнить приказ, может не исполнить приказ, если совесть ему подсказывает, что этот приказ главнокомандующего исполнять не надо, это очень большая проблема, очень трудная проблема, но в конечном итоге есть много ситуаций, когда все отдается в руку человека, вот есть ситуация, и вот как ты поступишь сейчас, от этого зависит очень-очень много, прежде всего, для самого тебя, решай, определяй, но приказ не является как бы абсолютным, даже главнокомандующего не является абсолютным критерием, который обязывает тебя действовать и все. Мы встречались уже с этой ситуацией и в тот момент, когда Шауль приказал казнить Кавена в городе Нов, я не буду к этому возвращаться, но мы помним, что тот же самый Авнер и Амаса отказываются исполнить этот приказ. И если бы я даже солгал в душе слоей, то ничто не укроется от царя, а ты будешь стоять напротив. Человек этот, разгневавшись в пылу, он уврекает Юаба и скажет ему, что меня же все это откроется, меня будут судить, ты же не заступишься за меня. Юаба это очень сильно задело, потому что он не таков, он не человек, который действует из хитрости, не человек, который подставляет других и переваливает ответственность на других. Если он решил убить Авнера, он делает это сам собственными руками, его очень такой подход, несправедливый упрек задел. он говорит, не буду я так долго украшивать тебя, и вот он берет три прута в ладонь свою, вонзает в сердце Авшалома, почему три прута, мы с вами уже понимаем, что у воинов нету копий, они стоят и разговаривают в гуще леса, в чаще леса, и он на месте изготавливает эти копии, они находят одну большую ровную ветку, берет три, чтобы они были прочнее, заостряет их и вонзает их в сердце Авшалома. Опять же, пророк нам подсказывает сердце Авшалома, то Авшалом украл сердце народа, как мы помним, про него говорится, он украл сердце народа, то есть обманул, и вот как бы теперь мера за меру, эти три ветки, три прута вонзаются в сердце Авшалома, пока тот был жив в гуще ветвей фисташкового дерева. Здесь само по себе чудо на чуде, Авшалом висит долго, он не погибает, не задыхается в таком положении, и доживает до того момента, пока в него вонзаются эти три прута, которые изготовил Юав. Окружили его десять юнош и поразили Авшалома и убили его. Опять же, Медраж говорит, что здесь еще одно чудо, что Авшалом не умер до тех пор, пока он не почувствовал боль от всех этих мечей, которые его пронзили. И потрубил Юав Шафар и вернулся народ, прекратив погоню за людьми Израиля, ибо удержал Юав народ. Мы здесь видим, как бы, выгоду такую, если так можно сказать, от поражения Авшалома, от убийства Авшалома, война закончена, нет смысла преследовать побежденных, если бы Авшалом был жив, надо было преследовать, чтобы не дать им собраться, чтобы уничтожить, как говорят сегодня, как можно больше живой силы противника, чтобы навугать его. Все это нужно было делать, убийство Авшалома положило конец этому. Что мы с вами сделаем? Мы не успеем добраться до конца главы, и мы здесь остановимся, потому что хотя бы, хотя бы несколько минут нужно оставить на вопросы. Я снимаю шеер, я вижу вас всех, если набрались какие-то вопросы, то, пожалуйста, можем попробовать их с вами обсудить. Можно вопрос, Равзеев? Да, пожалуйста. Вот когда Юав возвращал Авшалома из добровольного изгнания и пытался примирить его с Давидом, как вы думаете, у него не было в это время мысли, что все-таки Авшалом будет претендовать на то, чтобы стать наследником? Было, конечно, было. и возвращал он его и возвращал его ради этого. Юав возвращал ради этого. И в книге Малахим из того, как говорится, рассказывается об Юаве, о Юаве в его истории с Адонием. Юав поддержал Адонию впоследствии в бунте против помазания Шламо. Юав становится на сторону Адонием. И так, как о нем говорится, мы понимаем, что он был готов встать на сторону Авшалома. У него были такие мысли, когда, до какого момента, трудно сказать. Но вы совершенно правильно говорите, он и призвал Авшалома ради того, чтобы Авшалом был преемником Давида. И, конечно, у него вызвало некоторую осторожность вот тогда, когда Авшалом поджег его поле. Но, с другой стороны, решительный человек, может быть, такой человек и достоин быть царем. Но в какой-то момент он все-таки решает, что это недопустимо, недопустимо вот такой вот открытый бунт против Давида, и он становится на сторону Давида. Но Юава, как вы совершенно правильно отмечаете, у него есть эта мысль, а не прав ли Авшалом, а не поддержать ли Авшалома. и только может быть, скажем, как говорят в последний момент, он становится на сторону Давида. Спасибо. Что-то хочется еще спросить? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Она восходит не к дочерям Лота, а она из этих мест. Она восходит к дочерям Лота о Руд Мавия и Наама Амуния, та самая, о которой мы только что говорили, происходящие из Амона, говорится, что ради них Всевышний на 400 лет хранил эти народы. То есть само название ее Амуния, она из Амона, конечно, она происходит от дочерей Лота. Ну и вот как мы видим божественное привидение, которое смотрит через века, оно видит, что какая-то крупица, зерно, и очень важное, которое будет принципиальным для построения еврейского народа, для построения царства еврейского народа, оно происходит как раз из этих народов. Почему и так далее можно пускаться, скажем, в каббалистические соображения сейчас, я бы не хотел, нас сейчас интересует сам факт. Руд из Маава и Наама из Амона. И если можно, еще такой вопрос небольшой. Сегодняшний Амон, он помнит, знает эту нашу совместную историю? Скажем, у меня из окна в хорошую погоду видно Рабат-Амон, столицу Иордании. В Иордании запретили называть столицу Рабат-Амон. Сначала ее называли Амон, сейчас больше называют ее Аман, пытаясь стереть эту историю. Но столица Иордании находится на том же самом месте и фактически тот же самый город, который был Рабат-Амон, о котором мы с вами много говорили, с которым было связано много событий. в книге Шмуэль Бетт. Насколько они знают нашу историю и насколько они принимают нашу историю, мне трудно сказать. В любом случае мы видим с вами, что население этих стран это арабы, это мусульмане, и если даже они соотносятся как-то с нашей историей, это мало чем помогает, потому что они считают, что в какой-то момент они стали избранным народом, скажем, арабы, избранной верой, нацией, трудно мне тут дать определение сейчас, но те, кто принадлежит исламу, они как бы избранная группа народа, избранная группа населения земли, поэтому совершенно не важно, что они знают или не знают историю, даже не важно то, что они считают, что мы происходим от одного и того же человека Абраама, это совершенно не важно, они сделали такой, как сегодня говорят ресет на иврите и пус, перезагрузку, перезагрузку, они перезагрузили всю историю, центр опять же на иврите Дагеш поставили на себе и они считают, что они самые главные, а то, что было, было, это как бы их не совсем касается. Спасибо. Пожалуйста, если что-то есть еще, у нас буквально несколько минут, я уже знаю, что Натана надо освободить и аудиторию надо освободить, как говорят, освободить и аудиторию, покиньте аудиторию. Если можно громко тоже перед Пейсихом. Мы, естественно, будут отмечать, и, кстати, мир отмечает Пейсих, Египет отмечает его как-то? Я не знаю, единственное, что я могу сказать, что египтяне очень долго помнили об исходе из Египта, о том, что произошло, о гибели фараона, они помнят об этом очень долго, мы видим с вами в Танахе, что египтяне только где-то через 500 лет вторгаются в землю Израиля после смерти царя Шламо, это первый раз. мы видим, что все народы окружающие властвовали какое-то время над сыновьями Израиля, египтяне нет, потому что они очень хорошо помнили исторический урок, это было, что они думают сейчас, я не знаю, вот меня гораздо больше интересует, что думают евреи, как говорил Бен-Гурион, не так важно, что говорят горем, важно, что думают евреи, вот, а что думают евреи, я не знаю, по-моему, должна быть только одна единственная мысль, это надо встать, подняться и приехать для того, чтобы вместе всем строить нашу будущую жизнь, иначе у нас не дай бог ничего не получится. Хорошо, ладно, мы тогда освободим Натану аудиторию, большое спасибо всем за участие, мне очень-очень помогает ваше участие, без вас никуда, поэтому надеюсь на дальнейшее совместное сотрудничество. Большое спасибо за урок, хорошие друзья. Окей, спасибо большое, спасибо большое, всем счастливо, пока, уже можно говорить как с АМЭХ, по-моему, как с АМЭХ, как с АМЭХ, у нас до этого будет еще один праздник у нас, как бы выборы, вообще говоря, они у нас как часто у нас эти праздники, так что праздник демократии. Пойной праздник. Ну, хорошо. Окей. Ладно, хорошо, все самое, как с АМЭ, все самое будут. КОНЕЦ Спасибо.